Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ермухамед Иртызбаев, председатель Народной партии Казахстана. Президент Казахстана Касанжамар Тукаев вместе с президентом США Джо Байденом принял участие в саммите глав государств Центральной Азии США. На встрече особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие. Вообще в Нью-Йорке президент Казахстана провел сразу несколько встреч с главами крупнейших корпораций. Они говорили о перспективах инвестирования в казахстанскую экономику. Отмечу, что накануне встречи Байдена с президентами стран Центральной Азии в американской деловой газете Wall Street Journal вышла любопытная статья под заголовком «США следует улучшить свою стратегию в Центральной Азии». В этой статье пишут, что США нужен стратегический подход к сердцу евразийского континента, где они исторически имели гораздо меньшее влияние, чем Россия и Китай. Вашингтон может установить более прочные связи с Центральной Азией. Ключевым моментом будет тесное сотрудничество с Казахстаном, естественным лидером региона, говорится в материале. Авторы статьи указывают, что президент Хасамжамар Токаев инициировал многовекторную внешнеполитическую доктрину, означающую, что страна стремится развивать тесные отношения со всеми основными мировыми игроками, включая Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, США и Европейский Союз. Авторитетное издание полагает, что из-за своей близости к России и Китаю Казахстан может помочь Вашингтону добиться урегулирования кризиса в Украине и наладить отношения с Москвой в неопределенную послевоенную эпоху. Конечно, США хотели бы иметь очень сильное влияние в Центральной Азиатском регионе. Тут можно вспомнить еще Збигнева Бжезинского в своей книге «Великая шахматная доска». Он называл Казахстан щитом Центральной Азии и прямо указывал, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы Россия не доминировала в регионе. Внешнеполитический идеолог Бжезинский прекрасно понимает значение Центральной Азии. 75 миллионов населения в совокупности. Гигантские пространства с необъятными ресурсами. Глобальная задача для США – увезти их от России. Сделать это будет очень тяжело, практически невозможно. Политика государства определяется его географией. И географическая Америка в 20 тысяч километрах от нас. Российская Федерация рядом, с самой протяженной в мире границей. Доля России, если взять внешний товарооборот Казахстана, выросла почти до 18%. А доля Китая во внешней торговле Казахстана составляет 19%. Вот в абсолютных цифрах это только вот за этот год 10,7 миллиарда долларов с Китаем. А с Россией 10,5 миллиардов долларов. Товарооборот между Казахстаном и США в прошлом году, хоть и вырос почти на 40%, но составило лишь 3 миллиарда долларов. Это вот за весь прошлый год. Да, Америка, она занимает одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в нашу экономику. Только за прошлый год приток американских инвестиций достиг 5 миллиардов долларов. США очень хорошо вложились в казахстанский нефтегазовый сектор. И в этой отрасли, да, они занимают первое место по инвестициям. Но их интересует только нефть и газ. Почему, вы спросите? Да потому что экономика США потребляет 53% мирового вообще потребления нефти. Им позарез. Нужно вот это черное золото. А что касается перманентного такого присутствия, давайте посмотрим на полки наших магазинов. 40% российского экспорта, очень много китайских товаров. Их число, оно только и будет нарастать. Америка опять же вот в силу географической отдаленности, экономически, ну просто не сможет никого вытеснить. Это очевидно. Армия наша, она также оснащена российским оружием. Ну а в плане военного присутствия, тем более, у США уже был негативный опыт с военной базой в Монасе, в Кыргызстане. Американская база вот эта военная, она вызвала большое неудовольствие, и не только, кстати, в России, но и в Кыргызстане. Это одна из причин, почему Баки в 2010 году слетел с должности президента Кыргызстана. И вот, имея все эти вводные, президент Токаев проводит мудрую, взвешенную политику. Казахстан не собирается ссориться и порывать с западным миром, и для этого вообще нет никаких причин. США и Европа – это очень крупные инвесторы в экономику Казахстана, и все это продолжится. Особенно по углеводородному сырью, по альтернативной энергетике, к тому же, ну, возможные перспективы строительства АЭС в Казахстане. В числе компаний, которые могли бы ее построить, есть и западные компании, та же Франция, например. Но любая попытка Америки настроить Казахстан и Центральную Азию против России, не говоря про Китай, она вообще, на мой взгляд, обречена на провал. В России у нас вооружение, воздушное пространство защищено российскими ПВО. ОДКБ, Евразийский экономический союз, таможенный союз – это очень теснейшая такая интеграция. А Китай устами Си Цзиньпиня вообще гарантировал Казахстану суверенитет нашей страны. Давайте подумаем, что в приоритете для 20 миллионов Казахстана. Мне думается, что быть полноправным партнером со 140 миллионной России и полуторамиллиардным Китаем – это две, хоть и несопоставимые, но очень крупные мировые экономики. В мире сейчас четыре глобальных игрока – США и Европейский союз с одной стороны, Китай с Россией с другой. И ближайшие десятилетия будут, на мой взгляд, определяющими для Центральной Азии. Об этом говорят и в России, и в США, и в Китае. О крахе вообще устоявшегося миропорядка. Об этом же с трибуны Генеральной Ассаблеи ООН заявил, и наш президент. Он заявил, что сегодня человечество сталкивается с невиданными, прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния. Старого мира больше нет. Мы живем во времена смены вех, если можно так выразиться. Регион вступает в новую эпоху. И какой будут ее контуры, мы уже узнаем после войны. В Центральной Азии нужно определяться, с кем мы, чтобы сохранить свою субъектность. Для нас, по моему глубокому убеждению, первостепенными должны стать отношения с соседями по региону России и Китая. Что касается США и Европы, то мы продолжим развивать с ними экономические связи. Мне кажется, что часть внутриполитической элиты России в этом очень заинтересована. Почему? Потому что через Казахстан открывается достаточно широкое окно для сотрудничества и посредничества, в том числе и с Западом. Нам нужна трезвая и рациональная политика без перекосов во взаимоотношениях с США. Когда-то у нас было подписано стратегическое партнерское соглашение с американцами. Вообще, это уникальное достижение многовекторной политики быть стратегическими партнерами, обратите внимание, США, России и Китая. Да, еще и с Великобританией. С политикой многовекторности мы не свернем, это очевидно. Но сам президент Тукаев говорил, что во внутренней политике есть вещи, которые необходимо решать немедленно. Вот сейчас, да? Вопросы, которые могут подождать и вопросы отдаленного будущего. То же самое и с внешней политикой. Есть страны первостепенного значения. Это наши ближайшие соседи и, кстати, по совместительству ракетно-ядерные державы. А есть страны, которые не определяют нашу внутреннюю повестку. Они не задают тон нашей экономики. И, на мой взгляд, вот каким бы сильным государством ни были Соединенные Штаты, для Казахстана все-таки они на третьем месте после России и Китая. Итак, резюмируем. Первое. Саммит не направлен против какой-либо страны. Это было заявлено заранее. И здесь Америка, я думаю, приложила руку. После того, как она обожглась в некотором роде в Украине, в Молдове. Я специально говорю, почему? Потому что Джо Байден, будучи вице-президентом США, он курировал и Молдову, и Украину. Вы понимаете, да? Почему все это сейчас происходит и когда были заложены вообще вот эти основы противостояния. Поэтому специально подчеркнули и акцентировали внимание на этом, что саммит ни в коем мере не направлен ни против России, ни против Китайской Народной Республики. Второй момент очень важный. Энергетические ресурсы для Европы существуют здесь, в Центральной Азии. Почему бы нужно на российский газ и нефть, по существу, наложена эмбарго? А вот Россия, конечно, несет экономические потери, но, тем не менее, удивительно, что в России экономический рост 4,5% вот в этом году составил. Но это как бы отдельная тема. Просто Соединенные Штаты и Европейский Союз, конечно, заинтересованы в том, чтобы энергетические ресурсы Казахстана и Центральной Азии направить в Европу, в Соединенные Штаты Америки. И это сотрудничество, да, оно будет продолжаться. Далее, третий, на мой взгляд, очень важный момент. Вот эта гигантская транснациональная программа «Один пояс, один путь», да, она идет через Центральную Азию и за Кавказе. Причем в обход России сейчас, поскольку Россия находится фактически в войне не только с Украиной, но и со всем Западом, то через Южно-Кавказский транспортный коридор, гигантский поток китайских товаров и ряда других ресурсов будет идти через Закавказье с выходом в Турцию и дальше в страны Европейского Союза. Четвертое, на что, на мой взгляд, надо обратить внимание, экономическое сотрудничество не только в нефти, вот сейчас важно для США и Запада коллективного, не только в нефти и газе, а в поиске полезных ископаемых, в разработке, скажем, обрабатывающей промышленности и переговорах нашего президента с Джо Байденом и с другими лидерами Центрально-Азиатских стран этот вопрос самым тщательным образом обсуждался. И пятый момент, на мой взгляд, который важно отметить, саммит показал уникальность Казахстана в отличие от других стран СНГ. Это же очевидно абсолютно. Не случайно после Джо Байдена сразу первым взял слово президент Республики Казахстан Хасанжар Токаев, который в ходе встречи, не только, кстати, наш президент, все участники обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, а также были обсуждены вопросы сохранения мира и стабильности в Евроазии. Казахстан заявил, что рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Это инициатива нашего президента. Кроме этого, Хасанжамарт Токаев 19 сентября выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в своей речи Токаев, в частности, предложил провести реформу Совета Безопасности ООН, куда, напомним, входят пять постоянных членов. Это Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. И десять непостоянных избираемых Генеральной Ассамблеи ООН на двухлетний срок. Хочу напомнить, что в 2016 или 2017 году, поправьте меня, Казахстан уже был избран и очень эффективно работал, будучи непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Кстати, при голосовании соперником Казахстана был Таиланд, но свыше 150 стран, членов ООН, поддержали именно Казахстан. Это показывает авторитет нашей страны во всех отношениях. В рамках своего выступления Токаев высказался по поводу акции сожжения Корана и других священных книг. Он выразил обеспокоенность недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. «Подобные варварские действия в отношении ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма», сказал глава государства. Вы знаете, есть такое понятие «религия книги», «книги с большой буквы». И в этом плане ислам – это крупнейшая мировая религия, которая на шесть с половиной веков позже оформлена как религия книги, чем христианство. И вот эти акты вандализма, которые еще пытаются на Западе защищать, что, дескать, это свобода слова, свобода выражения мнений, через сожжение – это свобода выражения мнений. Поэтому здесь практически все страны ООН были солидарны с выступлением президента Тукаева. Не обошел, кстати, глава государства и вопросы продовольствия. Тукаев подчеркнул, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит, обратите внимание на цифру, около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. Транскаспийский вот этот международный транспортный маршрут, так называемый средний коридор, он может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время необходимое для транспортировки грузов морским путем, заявил наш президент. Тукаев также отметил, что сегодня крупнейшее в мире озеро, Каспийское море, сталкивается с экологическими проблемами, включая обмеление, отвод воды, ущерб флоре и фауне. Спасение Каспийского моря должно стать вопросом общего приоритета, требующим долгосрочного международного сотрудничества, заявил президент. И я здесь хочу на минутку отвлечься от нашей основной темы и сказать, что редакционный коллектив Иртезбаев Live сняли великолепный документальный фильм о Каспии. Видите, мы как оперативно реагируем. Глава государства не успел произнести, а у нас уже фильм документальный готов, и скоро премьера будет, и вы убедитесь, какую большую, очень важную работу редакционный коллектив выполнил, причем на очень высоком уровне. Впрочем, не хочу забегать вперед, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и в следующий понедельник состоится премьера этого документального фильма. Дорогие друзья, на этом у меня все. С вами был председатель Народной партии Казахстана Ермухамед Иртезбаев.